Дорогие друзья Мы рады поздравить вас с праздником Великой Победы И рассказать о героях, защитниках, наших соотечественных, воевавших во время Великой Отечественной войны Легендарный летчик-штурмовик Толкат Бегетинов родился в Акмольдской области В 18 лет он пройдет на фронт, срушил 305 боевых вылетов И один летчик, ставший дважды игром в Советском Союзе, не вел боевого самолетного здания, сколько раз Бегетинов За годы войны он уничтожил 7 самолетов, 21 танк, 64 автомашин и много живой силы противника После окончания войны 20-летний капитан Бегетинов стал дважды героем Уже на параде Победы принял участие в Афганске Толкат Бегетинов не жалел сел, ощущая Родину А послевоенный год пройдет во благо казахского народа Его подвиг стал с памяти казахцев навечно Рахимжа Кошкарбаев Ахмола области Ол Ермажасында Майдарға атыптанданды Ол Атықшыстар дивизиясында болды Кошкарбаев Ристақкан Алғаш болып тұртыпкен батыр Ол 1928 жылы қайтыз болды Біз батырлар ерлігін ешқақшан омық баймыз Бауыжан Моношылы 24 жетоксаны 1910 жылы дүниеге келген Кенес одағының батыры жазушы Екінші дүниенің жүзділік Соқстың танғықты жауынгері әскерек қолбашысы болған Соқста жүрек өз батареоны 27 рек сұрға болға қақшар жауынгері қалға болған Леонид Игнатвич Беда родился 16 апуста 1920 года Вселенного Покровка Ныне ускоконбольского района Кустанайской области, Казахстан За годы войны Леонид Игнатвич совершил 214 успешных боевых вылетов Из которых более 30 на штурмовку вражеских аэродромов Боевые подлаки прославленого летчика отмечены многими орденами и медальными После окончания войны он продолжил службу в рядах военно-воздушных сил. Его имя носит улицы в городах Минск, Костанай и Лида. Бронзовый бюст, установленный в городе Костанай. Мордогулова Алия, снайпер, уничтожила 78 фасистов. Делой с Капади было 18 лет. Делой Советского Союза. Сергей Луганский родился 1 октября 1918 года, участник Советско-финской войны. 14 сентября 1942 года капитан Луганский пошел в лобовую атаку восьмерку ЛАГ-3 против превосходящих сил противника, прикрывая переправу через Волгу для 13-й гвардейской стерилковой дивизии. Он пошел на сближение с ведущим группой Ми-109. В ними испытывался уйти от столкновения, но Луганский ударом винта снес стабилизатор Мистер Шмидта. И вражеский самолет потерял укрыление и разбился. Закончил боевой путь в Берлине. К концу войны совершил 390 боевых вылик. Менің әжемнің папасы залышта қарты болған. Менің әжем оны көк деген. Ол Малдова деген елде оны қаментатты. Ол келжант болған. Оның атты Жымасай. Ол жымарасында қартысты болған. Ол жымарасында қартысты болған. 5-й эвакуационной роты, 100-го сборного пункта аварийных машин, 19-й танковый корпус, 2-й Прибалтийский фронт, награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени 31 декабря 1944 года. Я хочу вам рассказать про своего дедушку, который воевал на фронте во время Великой Отечественной войны. Сам я его не помню, но мне о нем рассказывали мой папа и моя бабушка. Наурозов Десимбай Наурузович. Родился в 1918 году. В 40-х годах его приняли в ряды действующей армии. Своевал на границе Японии и России в пограничных войсках. В 1945 году стал участником Советско-японской войны в Южном Сахалине. В мае в конце войны получил серьезное ранение в правую руку, потеряв кисть. Дедушка был награден Орденом Красной Звезды, медалями за боевые заслуги, за отвагу и другими наградами. В 40-х годах его прислали в ряды действующей армии. Воевал на границе Японии и России в пограничных войсках. Я очень горжусь своим дедушкой и очень ему благодарен за то, что он, как и другие, отстоял свободу нашей страны, чтобы сегодня мы могли жить под мирным небом. В моей семье также есть фронтовики. Урал Фоман Тайвич. Родился в 1913 году. В феврале 1940 года был призван в Красную Армию и боевой путь начался с Финской войны. После началась Великая Очистенная война. Вернулся домой он уже в 1945 году. Имеет награды Орден Вячеславы 3-й степени, Медаль за оборону Москвы, Медаль за Твабу, Медаль за воскрешение Варшавы, Завьяки Берлина и другие награды. Мой прадед фронтовик Абулкадир Жиенбек. Родился 18 октября 1925 года. С октября 1943 года по 1944 года ушел на войну. Участвовал в составе 490-го стрелкового полка, Был стрелком. 1943 года был тяжело ранен. Есть Медаль за победу над Германией, Медаль за боевые услуги, За отвагу. Умер 28 января 1976 года. Эту историю я узнал от своего деда И горжусь своим прадедом. Спасибо за победу. Я также горжусь своими дедушками. Кроме Михаила Афанасьевича и Корниенко Григорий Кирилловича, Михаил Афанасьевич ушел на фронт в 17 лет. Участвовал в освобождении Крыма, Севастополя, Польши, Брал Берлин. Награжден двумя орденами славы, Семью медалями, А также орденом Отечественной войны. Был участником Парада Победы. Крыменко Григорий участвовал в Великой Отечественной войне. С марта 1943 года, В составе 2-го Белорусского фронта, Воевал на Курской битве, А после был переброшен на Ленинградский фронт, Где был командиром минометного расчета. Менің атам Сесен Байк Мақлбеков. 1908 жылы Жамбыл Алданы, Аса Ауында дүмеге келкен. 1947 жылы Сталинград түгінде, Амайданға қатыстын. 1933 жылы Аяғына ұқтейіп жарап қаттынды. Атам ұлы ұтан сұлысының батыры медальдармен марапатталған. 1975 жылы Жетінші қазанда дүмеге келкен. Шымбаев Сетахмет родился в 1921 году в ауле Кюк Ағаш, Русско-Полянского района Омской области. 2-го июня 1941 года началась война. Он шел на фронт. Сначала был курсантом в айсаперном батальоне, позже был командиром отделения притянковых кружей. Дошел до Берлина. Имеет награды Орден Великой Отчуственной Войны 1-й степень, Орден за победу за Германией, Орден славы 3-й степени, Орден за тваку и другие медали. Мой праздник Жезлоспековка Пауэлл родился в 1918 году в селе Владимировка, Молотовского района Охманинской области. Для войны работал в колхозе. Боевал в составе 1-го украинского фронта под командованием Конева. С первых дней войны до самой победы. Победу встретил в Берлине. После войны оставлены на восстановленные работы в Венгрии. За боевые заслуги награжден Ордену славы 3-й степени медалями за боевые услуги. За отвагу, за взятие Берлина, за взятие Праги. Демтаев Габдула, мой прадедушка, родился в 1922 году в городе Омске, совхоз Целинрин, аул Каратал, награжден орденами и медалями за оборону Москвы-Сталинграда. Был трижды ранен, служил в 1-м украинском фронте. С Днем Победы! Великой Отечественной войны! С юбилеем! Знак благодарности за нашу жизнь! Субтитры подогнал «Симон»!